Десятый чемпион мира Борис Спаский это первый великий шахматный универсал. Борис показал свои лучшие качества еще в очень юном по тем временам возрасте. В 18 лет пройдя суровый отбор в союзных соревнованиях и межзадальном он попал в турнир претендентов. Это удалось лишь трем шахматистам за всю историю. Потом в карьере настало время неудач. Весь союз переживал его драматическое поражение от взмывшего вверх талия. Спаскому повезло с тренерами. С ним работали такие специалисты как Зак, Толуш и Бондаревский. Именно последний из них весьма жесткий Игорь Захарович помог молодому таланту выйти из затянувшегося кризиса. Может показаться, что Борис Спаский особенно не работал над дебютом, зато первым из сильных шахматистов начал на регулярной основе ходить одновременно Е4 и Д4. Блестяще чувствовал свои излюбленные схемы. Подумать только, в романтическом королевском гамбите он не проиграл ни одной партии, а одержал множество блистательных побед. В своих любимых дебютах Спаский создал множество учебных партий. К примеру, Борис Васильевич прекрасно играл со целянку белыми, любые ее варианты. Но мог обыграть и лучших шахматистов своего поколения в кривоватом закрытом варианте с вторым ходом Конь-Ц3 и последующим фианкета Королевского Слада. А как Спаский трактовал испанскую партию, причем за оба цвета? Фирменная контратака маршала, вариант Брейера, здесь вклад Бориса Васильевича неоценим. Дело в том, что на протяжении всей карьеры Спаский был не только блестящим шахматистом, но и прекрасным психологом. Он каким-то шестым чувством понимал, что с кем можно сыграть. Главное более-менее логично развиться, взять под контроль центр, уйти от дебютных заготовок соперника и в самый удачный момент начать наступление. В эпоху своих грандиозных достижений Борис был лучшим в игре при худшей позиции. Он умело держал напряжение, которого соперники не выдерживали, попадали в цейтноты и зевали. Вообще с изумительным чувством координации фигур он являлся королем миттеншпиля. Неважно, атаковал, контратаковал или защищался. Иногда спокойно играл на ничью, если чувствовал, что соперник в ударе и вообще любил начать матч с ничьи, чтобы спровоцировать противоположную сторону на несвоевременную активность. Многие эксперты считали, что Спаски это ласкер на новом витке развития шахмата, только еще с блестящей физической формой. Например, Борис прекрасно играл в большой теннис. Его стихия оказывалась все иррациональная и когда надо было, Спаски мгновенно подводил фигуры к позиции рокировки соперника для решающего штурма. Спаски сумел остаться уважаемым, порядочным человеком со своими оригинальными взглядами даже в условиях жесткого тоталитарного общества. После победы над Тиграном Петросяном в матче на первенство мира он потом уступил американцу Роберту Фишеру и попал в небилость советских властей. Но благодаря новому браку уехал жить во Францию. На склоне лет на новой родине с пожилым экс-чемпионом случилась беда, но его спасли старые друзья и сумели вывезти в Россию, а потом вылечить легендарного шахматиста. В наши дни Борис Спаски приезжает на сессии своей школы в Челябинскую область, не боится трудностей пути, несмотря на то, что является самым возрастным из ныне здравствующих чемпионов мира. Здоровья вам, Борис Васильевич! Удивительно, как же Спаскому удавалось побеждать лучших игроков своей эпохи в королевском гамбите. Представьте себе, он сыграл его даже против Бронштейна, который сам баловался этим старинным началом. Е4, Е5, Ф4, ЕФ, конь Ф3, Д5, ну естественно Бронштейн за пешку не держится, он старается развить фигуры, ЕД, слон Д6 и вместо теоретических продолжений типа слон Б5 или Д4, белые в этой позиции сыграли конь С3. Спаски ушел немножко в сторону, конь Е7, Д4, два нуля, слон Д3, конечно, надо было сразу черным менять опасного слона белых сыграть слон Ф5, но здесь Бронштейн неаккуратно пошел конь Д7 и на 0-0 продолжил играть с огнем, сделал ход А6. Ну возможно черные намеревались пойти Ж5 и намертво защитить свою главную гордость пешку на Ф4, но они отстали в развитии. И тут Спаски сразу начал играть на мат. Конь Е4, конь Д5, С4, конь Е3, слон Е3, ФЕ, а и белые даже не тратят время на завоевание пешки Е3, а пытаются сразу построить батарею. С5, слон Е7 и тут последовало слон С2. Сейчас ферзь пойдет на Д3, потом отскочит конь и черному королю будут угрожать мат. Ладья Е8, ферзь Д3 и в этот момент Бронштейн вместо крепкого хода конь Ф8, например, прикрывая короля, пошел Е2, пытаясь таким сбросом пешки немножко отсрочить нападение белых. Однако к его удивлению Спаски эту пешку не стал трогать и не стал там ходить как-нибудь ладья Ф2, чтобы забрать на Е2 ладьей. А последовало конь Д6. Белые готовы отдать ладью только ради того, чтобы добраться до черного короля. Бронштейн не поверил своим глазам и даже на ход отсрочил взятие белой ладьи, может белые передумают, что по сути привело к перестановке ходов. Конь Ф8, конь бьет Ф7. Белые все равно готовы эту самую ладью отдать и идут всеми силами на мат. Но делать нечего, Бронштейн забрал на Ф1, ладья Ф1 и теперь оказывается, что если черные побьют дерзкого коня на Ф7, король Ф7, то последует конь Е5, король Ж8, ферзь Х7, конь Х7, слон Б3, король Х8, конь Ж6. Какой шикарный мат, просто с каскадом жертв. Ну и естественно этот вариант Бронштейн легко посчитал и сыграл слон Ф5, чтобы после ферзь Ф5, ферзь Д7 попытаться разменять ферзей. Однако теперь у белых достаточная компенсация за пожертвованный материал. У них есть легкая фигура и пешка при непрокращающейся атаке. Естественно, Спасский не менял ферзей, пошел ферзь Ф4, слон Ф6, конь 3 Е5. Может быть черным стоило попробовать коня на Е5 разменять, хотя вряд ли это бы их спасло. А после ферзь Е7, слон Б3, все атакующие идеи белых выиграли в силе. Деваться черному королю некуда, на король Х7 последует ферзь Ф5, а грозит неприятнейший отскок коня с Ф7. После слон Е5, конь Е5, король Х7 и ферзь Е4 черные сдались. За кулисами остался вот такой вот симпатичный мат. Ж6, ладья Ф8, ладья Ф8, ферзь Ж6, король Х8, ферзь Х6, ферзь Х7, конь Ж6 мат. Борис Спасский очень хорошо играл против выдающегося датского шахматиста, известного гроссмейстера Бента Ларсона. Он даже очень любил по поводу самоуверенного датчанина шутить, что много амбиций, а мало амуниции. Вот одна из красивых партий, в которых Спасский разгромил Ларсона на выходе из дебюта. Сыграл Б3, дебют этот носит название Ларсона Немцовича, и не без основания. Е5, слон Б2, конь С6, С4, конь Ф6, конь Ф3, Е4, конь Д4. Выглядит это все за белых очень вычурно, но Ларсон играл так и до партии, и после партии. Почему-то он верил в эту позицию. Слон С5, конь С6, ДС, Е3. Слон Ф5, ну, черные очень активно, быстро и логично развили фигуры, а белые надеются в будущем окучить оторванную от своих пешку Е4. Ферзь С2, ферзь Е7, слон Е2. Три нуля. И белым здесь стоило в этой позиции, например, пойти слон Ф6, ферзь Ф6, конь С3. Или, может быть, как-нибудь А3 аккуратненько сыграть. Но в этой позиции Ларсон сделал ход Ф4. Ну, ему показалось, что он так подготавливает пешечное наступление на королевском фланге, а брать же на проходе нельзя, на Ф5 висит слон с шахом. Однако оказывается, что пешка Е4 разрезает позицию черных пополам, и после хода Ф4 черные сразу же бросаются в атаку, и белым очень трудно защищаться. Конь Ж4. Сейчас вот-вот ферзь выйдет на поле Х4, поэтому сыграл Ларсон Ж3. Х5. А на Х3 последовала сокрушительная Х4. Черные готовы отдать фигуру, но лишь бы прорваться всеми фигурами на рандеву к белому королю, которого никто-никто не защищает. Ну, например, на слон Ж4, слон Ж4, HG, HG, ладья Ж1. Черные могут спокойно пойти ладьей на H2, а потом ферзем на H4, а могут и какой-нибудь ладья H1 ударное нести по аналогии с тем, что случилось в партии. Ну, давайте смотреть. HG забрал коня Ларсон. HG. Ну, разумеется, меняться на H8 нельзя, потому что белая ладья на H1 единственная фигура, которая может, ну, хоть как-то помочь своему королю. Отошел здесь ладья G1, Ларсон, и последовал просто нокаутирующий удар ладья H1. Черные отдают ладью ради того, чтобы с темпом выскочить ферзем и бросить вперед проходную пешку. Приходится бить на H1. G2. Ну, оказывается, что ладья G1 очень легко проигрывает. Ферзь H4, шах. Король D1. Ферзь H1. И все, у черных появляется новый ферзь. Так еще и белому королю мат грозит. Поэтому на G2 сыграл Ларсон ладья F1. Ферзь H4. Король D1. И после GF ферзь сдался. Ну, варианты считаются очень легко. Слон F1. Слон G4. Король C1. Ферзь Е1. И следующим ходом мат. Вот такой вот разгром.